Я готовлю бисквитный тортик и хочу сделать его вот с таким карамельным кремом. Он мне так понравился, что я решила поделиться с вами. Для карамельки я приготовила 200 мл сливок, 200 г сахара, 100 г масла и щепотка соли. Для нее желательно брать посуду с толстым дном и высокими бортами. Высыпаю сюда весь сахар и отправляю на огонь. Сначала на самый большой. Сюда выливаю сливки. Сливки должны быть обязательно 30% и тоже ставлю на огонь, но не кипячу. Просто, чтобы они хорошо нагрелись. Вот так начинает топиться сахар. Но я его не размешиваю, а просто потихонечку вот так отодвигаю от стенок. Огонь убавляю. И растапливаю на среднем огне, чтобы полностью растворился наш сахар. Если вы перемешаете сахар, то он будет тяжелее топиться. Посмотрите, вот так уже растопился полностью весь наш сахар. Не попадаются крупинки больше. Добавляю теперь сюда горячие сливки. Совсем немного. И аккуратно перемешиваю. Почему аккуратно? Потому что, посмотрите, какая реакция. Начинает все брызгать. И не забрызгайте себе руки. Не обождитесь. Перемешала все сливки. И добавляю теперь сюда масло. Сразу все. Хорошо опять все перемешиваю. Чтобы масло у нас полностью растопилось. Как только наш сахар растопился, то я сняла кастрюльку с огня. Добавила сливки. И сейчас вот добавила сюда масло. И добавляю соли. И все хорошо перемешиваю. Все это я делаю не на огне. А сейчас опять отправляю на огонь вместе с маслом. Чтобы масса наша немножко прогрелась опять. И сейчас сюда, как нагрелось наше масло, я отправляю оставшиеся горячие сливки. И опять все хорошо перемешиваю. И опять ставлю на огонь. Огонь у меня самый маленький. Постоянно помешивайте, чтобы наша карамелька не подгорела. И провариваю где-то минут 7. Я поставила термометр. Я довожу до 100 градусов. И выключаю. Снимаю с огня. И оно вот продолжает еще до сих пор кипеть. Постоянно все равно помешиваю. Чтобы не подгорело снизу. Если у вас нет термометра, то просто вот камните капельку на палец. Она не должна стекать. Где-то, как я сказала, минут 7, наверное, прошло. Карамелька наша уже готова. Я ее перелила в другую посуду. Посмотрите, какой красивый цвет получается. Пахнет на весь дом карамелькой. Вкусно-вкусно. Когда она остынет, она будет очень густая. Пока наша карамелька остывает, мы продолжим взбивать крем. Здесь у меня 150 грамм крем-сыр. Разбиваю его немножко. Добавляю сюда 150 грамм сливок. Не менее 30-ти процентные. Вот такая вот масса у нас получилась. И посмотрите, как застыла наша карамелька. И сейчас будем добавлять по одной столовой ложке. И взбивать все до полного соединения. Сразу такой красивый цвет становится нашего крема. Как только все соединилось, я добавляю другую столовую ложку. И так полностью добавила всю нашу карамельку. Зачистила стеночки. И еще раз пробью. Буквально несколько минут. И вот такой вот, смотрите, крем у нас получился. Цвет красивый и очень-очень вкусный. Такой крем идет как наполнение для пирожен, эклеров, профидролей. И также можно оформлять им торты и прослаивать коржи. Посмотрите, я наношу вот такие рисуночки. И он очень хорошо держит форму. Поэтому смело вы можете оформлять любые торты. Он еще так же получается, но просто очень вкусный. Если вы еще ни разу не готовили такой крем, то попробуйте приготовьте. Он готовится несложно. Мои дорогие, готовьте торты. Оформляйте таким кремом. И я уверена, что ваши домашние останутся очень довольны. Продолжение следует...